Историческое событие. Вторая и последняя клятва верности Барака Обамы своей стране. Все Соединенные Штаты застыли со слезами умиления на глазах. Американцы рады и за президента, и за новую челку первой леди, и за голосистую Бейонсе, и даже за всех мировых звезд, кому повезло оказаться на этой тусе. Наш спецагент Алина Элиджи внимательно отслеживала все нюансы происходящего. Я, Барак Обама, официально клянусь. Вообще, инаугурация президента штука серьезная, но не в этом случае. Пока Барак Обама во второй раз официально принимает образцы правления страной... И все это мы сделаем вместе! 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 Страна обсуждает вовсе не перспективы развития США. Присяга состоялась, и теперь у нас есть только один большой вопрос государственного значения. Идет ли первой леди ее новая прическа? Приветствуем Мишель Обама! Накануне важного события первая леди совершает, казалось бы, обновенный поступок. Обзаводится челкой. И тут же получает комплимент от мужа на всю страну. Я влюблен в ее челку. Она отлично выглядит. И она всегда отлично выглядит. Но отвлечь от приколов церемонии даже челка не в силах. Журналисты и блогеры смакуют детали. Вот Барак слегка оговаривается во время торжественной клятвы... Как президент Соединенных... На параде граждане приветствуют своего лидера. А тот в это время жует жвачку. Дон нормальный человек. Вот он наживал жвачку и изредка поглядывал на мобильник. На официальном обеде снова Мишель Обама попадает в эпицентр обсуждения. Спикер Конгресса Джон Бейнер пытается привлечь ее внимание. Но леди закатывает глаза, довольно грубовато отдергивает руку и продолжает мрачно жевать. Может, она закатила глаза, потому что Обама пытался стрельнуть сигарету у ее соседа? А может, ей просто не нравилась еда, которую подали? Поздравить Читу приходят Келли Кларксон, Кэти Перри с новым бойфрендом Джоном Майером и другая президентская Чита Америки. Только в шоу-бизе Бейонсе и Джей-Зи. И тут начинается самое интересное. Между Би и Келли происходит негласное соревнование, кто круче споет на всю страну. Келли забивает первое. И не очень удачно. Я ужасно нервничала, был дикий холод. Спасибо президенту за поддержку. А потом, во все свое широкодиапазонное горло, песнь заводит Бейонсе. И доводит Америку до мурашек. 32 тысячи человек написали о Бейонсе в Твиттере в этот момент. Она вынула наушник на середине песни с таким видом, словно показывая «Ну и вон нахрен, я Бейонсе!» И если Бейонс на первом месте, то Келли по сравнению с ней на девятом. Далее мероприятия в честь инаугурации проходят в формате «И мы счастливы». Президентская Чита фоткается на айфоны, танцует, целуется и заставляет всю страну радоваться и умиляться. В конце концов, момент действительно исторический. По Конституции это последний президентский срок первого смуглого президента США. Я хочу взглянуть на это еще раз, ведь больше я этого никогда не увижу. Алина Ильича про новости.